Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. С ангелами рядом. Глава 1, 1915 год. Землетрясение в Скансано. В итальянской деревушке Скансано, расположенной на склонах горы Фаито, в Аппенинах, утро среды 13 января начиналось, как и в тысячах ей подобных, со звона колокола на церкви Сан-Чеприана, отбившего шесть ударов. Сантино Гольярди, 34-летний житель горной деревни, вышел из дома, спустился чуть ниже по склону, где располагались стойла его животных, чтобы задать корм своей корове, свиньям, козе и курам. Зима выдалась снежная и холодная, и животные жались друг к другу, спасаясь от утреннего мороза. Жена Сантино, Витория Моретти, осталась дома с двумя маленькими дочерьми, пятилетней Лауриной и двухгодовалой Анжелиной, которые еще спали. Витория, красивая статная девушка 23 лет, была беременна третьим ребенком. Они жили в многоярусном доме, типичном для итальянских деревень. Чтобы попасть в кухню, нужно было спуститься в полуподвальное помещение. На первом этаже располагалась столовая и гостиная с камином, а на втором и третьем этажах – спальня супругов и комнаты, где спали девочки. Сантино работал уже почти два часа, очищая стойла и наполняя соломой и зерном кормушки животных, как вдруг почувствовал сильный удар, будто какой-то подземный гигант долбанул своей огромной кувалдой как раз по тому месту, где он находился. Мужчина в страхе выскочил наружу, и тут земля под его ногами задрожала и заколыхалась, сбив его одним мощным толчком с ног. Снежная равнина, начинающаяся сразу за деревней, стала похожа на Белый океан, волны которого перекатывались, словно мускулы под кожей живого существа. Парня охватила такая паника, что он бросился бежать, сам не понимая куда. Проваливаясь по колено в снег, падая на дрожащую под ногами землю, Сантино отбежал уже метров на пятьсот от деревни. Услышав сзади гул, он упал на снег и оглянулся. Гора Фаито, возвышающаяся над Скансана, вздрогнула и начала сбрасывать со своей вершины огромные пласты снега. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, подхватывая по пути другие снежные сугробы и разрастаясь, лавина поползла вниз по склону к деревне. Сантино, как зачарованный, с расширенными от ужаса глазами смотрел на снежную волну, приближающуюся с нарастающим гулом к домам на окраине. Земля все еще колыхалась, и он видел с того места, где стоял на четвереньках, судорожно хватаясь за снег руками, как качаются крыши домов. Высокое здание колокольни неестественно изгибалось. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.